Интересно, вы когда-нибудь задумывались о том, как кинематограф определяет будущее нашей цивилизации? Благодаря умелой работе киноделов мы влюбляемся в главных героев и начинаем им подражать, впитывая их идеи и взгляды. Фильмы определяют для нас грань между добром и злом, внушают нам культурные стереотипы и продвигают современную политическую повестку. А технологии из научно-фантастических картин зачастую воплощаются в реальности и полностью меняют наш мир. И прямо сейчас мы с вами становимся свидетелями очень важного рубежа для всей киноиндустрии. В прошлом 2023 году крупнейшие киностудии Disney и Warner Bros. отметили свой первый столетний юбилей. А в этом году первый век с момента основания отмечает и другая крупнейшая студия Columbia Pictures. Однако вместо празднования киностудии пытаются пережить самый масштабный кризис в истории. Именно в эту круглую дату киноиндустрия оказалась на пороге по-настоящему фундаментальных изменений, способных полностью поменять современное кино. И в этом видео я решил разобраться в причинах и последствиях этого кризиса, чтобы рассказать вам, куда катится кино. Один из главнейших игроков киноиндустрии, компания Warner Bros. была основана четырьмя братьями-ворнерами. И как часто случается в семейных бизнесах, после смерти одного из братьев, остальные начали длительную борьбу за власть. Лично я с удовольствием бы посмотрел сериал об интригах и противостоянии основателей Warner Bros. в духе наследников. Ну и пока такое не сняли, я с удовольствием посмотрю семейную сагу «Золотое дно», в которой наследники борются за миллиарды. По сюжету, владелец крупнейшего строительного холдинга страны погибает, и в борьбу за наследство и власть вступают его отец, дети, бывшие жены, а также бывшие партнеры по бизнесу. И так, самый близкий друг для друга люди становятся злейшими врагами, ну а к середине сезона вас ждет очень неожиданный поворот. Сериал выглядит очень стильно и дорого, за качество отвечали создатели метода, триггера и химеры. А сама история написана Сергеем Минаевым, известным любителем обсудить богатых и их специфические привычки. В главных ролях Юлия Снегей, Ростислав Бершауэр, Алексей Гуськов и другие талантливые актеры. Оценить масштаб такого амбициозного проекта можно прямо сегодня, ведь все серии уже на ИИ. Для того, чтобы осознать весь масштаб перемен в киноиндустрии, давайте вернемся к переломному моменту, а именно в 2019-й, когда киноиндустрия была на самом пике своего развития. Да, 2019-й год стал для кинопроката просто фантастически успешным. Общие мировые сборы за год составили 42,5 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. Киностудии вовсю праздновали свои успехи, наблюдая за тем, как вместе с кассовыми сборами растет и стоимость их акций. Главным виновником этого торжества был Дисней, чья дочерняя студия Марвел выпустила два крайне успешных проекта – «Капитан Марвел» и «Мстители. Финал». Приключения Кэрол Денвер собрали в прокате 1 миллиард 131 миллион долларов, тогда как «Мстители. Финал», ставшие кульминацией 11-летней саги бесконечности, показали и вовсе заоблачные результаты – 2 миллиарда 800 миллионов долларов в мировом прокате. Супергеройский кроссовер стал не только самым кассовым фильмом 2019 года, но и самой прибыльной картиной студии Дисней, а также вторым самым кассовым фильмом в истории после аватара Джеймса Кэмерона. Помимо киновселенной Марвел, в 2019 году Дисней также запустил на полную мощность свой конвейер киноремейков классических мультфильмов, которые также показали рекордные цифры. «Аладдин» с Уиллом Смитом вошел в клуб миллиардеров, а ремейк «Короля Льва» и вовсе стал самым кассовым мультфильмом в истории – с кассой в 1 миллиард 656 миллионов долларов. Такие рекордные сборы дали толчок студии Марвел на создание целой мультивселенной с небывалым количеством проектов, для чего Дисней даже поглотил студию 20-й век «Фокс» со всей ее интеллектуальной собственностью, включая огромное множество супергеройских франшиз, а также продолжил расширять линейку ремейков своих культовых мультфильмов, выделяя на них рекордные бюджеты. Все остальные крупные студии, опьяненные эйфорией кассовых результатов, стали повторять за самые успешные киностудии, и тоже начали запускать в производство свои самые амбициозные проекты с невероятно большими бюджетами. И в этот момент, когда голливудская индустрия находилась на самом пике своего развития, случилось то, чего никто не смог предсказать, и от чего никто не был застрахован. Пандемия коронавируса В 2020 году начала стремительно распространяться по миру новая разновидность коронавирусной инфекции, заражая миллионы людей в самых разных уголках планеты. Новостные каналы, которые всегда зарабатывали на самой сильной человеческой эмоции – страхе, быстро подхватили волну паники, вынудив правительство всех стран пойти на резкие и необдуманные меры. Маски, QR-коды и локдауны, конечно, помогали решить некоторые проблемы, вызванные ковидом, однако без тщательного планирования эти меры были не просто малоэффективны, они оказались катастрофическими для самых разных индустрий. Из-за закрытия кинотеатров студии, уже потратившие значительную часть средств на производство и рекламу своих новых тендполов, начали судорожно переносить свои проекты, что нанесло критический удар по их кошелькам, ведь под новые даты релизов нужно было готовить новые рекламные кампании и выделять на них бюджеты, зачастую соизмеримые с производственными. Например, последняя часть Бондианы, Не время умирать, бюджет которой составил 250 миллионов долларов, должна была выйти в прокат в апреле 2020 года, так что реклама фильма уже вовсю шла, и после переноса на целый год нужно было заново готовить рекламную кампанию. В итоге студия Universal потратила на рекламу рекордный бюджет в 150 миллионов долларов, увеличив затраты на нового Бонда до 400 миллионов, что требовало минимум 800 миллионов кассовых сборов только для того, чтобы выйти вновь, и Бонд еще легко отделался, принеся убытки в 25 миллионов со сборами в 774. В общем, студиям ничего не оставалось, кроме того, как удваивать и без того раздутые кассовые эйфории 19-го бюджеты, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Причем это была лишь половина беды, ведь из-за локдауна в кинотеатры оказались на грани исчезновения, а кинотеатральный прокат – это главный источник дохода всего Голливуда, так что весь кинорынок завис в неопределенности. Но вскоре стало очевидно, что вместе с масштабным уроном по традиционному кинотеатральному прокату, пандемия создала и новую нишу. Запертым по домам зрителям ничего не оставалось, как смотреть фильмы и сериалы онлайн, так что стриминги стали стремительно набирать популярность. Netflix, HBO Max, Amazon Prime и запущенный в конце 2019 года Disney+, начали так быстро увеличивать свою аудиторию, что к этой волне потокового хайпа вскоре присоединились абсолютно все. Это была настоящая стриминговая лихорадка. Новая ниша стала идеальной возможностью восстановиться после такого сильного удара. Paramount и Sony Pictures сразу же продали права на свои крупные релизы, такие как «Поездка в Америку 2» и «Монстры на каникулах 4» стримингу Amazon Prime. А Disney и Warner Bros. пошли еще дальше и решили пожертвовать кинотеатральным прокатом ради увеличения аудитории своих стримингов и начали выпускать свои блокбастеры в сети одновременно с релизом в кинотеатрах. Первым под такую модель распространения попала киноадаптация «Мулана», которая лишилась театральной премьеры на домашнем рынке и вышла только в международный прокат и на стриминге Disney+, по цене билетов кино. Однако оценить успех такого хода оказалось непросто, ведь карантин продолжал увеличивать аудиторию всех онлайн-сервисов, просто по инерции. Увидев настолько быстро растущие цифры, президент компании Боб Чапик решил сделать стриминг приоритетным направлением компании и начал формировать вокруг него новую стратегию. Поэтому следующим ходом Disney пошел с козырей. Компания решила выпустить все следующие проекты своей знаменитой студии Pixar, «Душу», «Луку» и «Я краснею» эксклюзивно на стриминге, в обход кинотеатрального проката. Но даже не по стоимости билета в кино, а просто по подписке. Это казалось грамотным ходом, который увеличивал ценности в библиотеке. Однако студия не учла побочный эффект такой стратегии. Со временем зрители привыкли к тому, что мультфильмы Pixar выходят бесплатно в подписке. И когда студия выпустила сольный мультфильм про базы Лайтера в кино, никто на него не пошел, и он с треском провалился. Но эти провалы ничто по сравнению с главным конкурентом Disney, студией Warner Brothers, которая в погоне за первенством в этой стриминговой гонке решила выпускать все свои крупные релизы одновременно в кино и по подписке HBO Max. Чудо-женщина 1984, Годзилла против Конга, Отряд Самоубийц Миссия на вылет, Матрица 4, Дюна, Мортал Комбат и многие другие блокбастеры с огромными бюджетами вышли сразу в кино и на стриминге. И почти все они, кроме Годзиллы против Конга и Дюны, провалились в прокате, загнав Warner в тупик. Студия понесла настолько сильные убытки, что для того, чтобы оставаться на плаву, ей пришлось пойти на крайнюю меру слияние с конгломератом Discovery. Discovery поглотил некогда великую киностудию со всеми ее активами. И глава новой компании под названием Warner Brothers Discovery Дэвид Заслав начал масштабную реструктуризацию и изменение стратегии. Под сокращение попало около 40 тысяч человек, а многие проекты, которые уже были готовы, вроде Scooby-Doo и Bad Girl, оказались отменены в счет списания налогов. Это помогло сэкономить 3,5 миллиарда долларов. Однако, за время экспериментов с гибридными релизами, студия лишилась одного из своих китов, Кристофера Нована. Нолан работал с Warner Brothers на протяжении двух десятилетий, но после сокращения прокатного окна его довода, который слишком быстро вышел на стриминге, даже не успев себя купить, режиссер, известный защитник кинотеатров, решил найти для своего следующего проекта новую студию. В итоге с Ноланом смогла договориться Universal Pictures, которая приняла его условия и согласилась выпустить очень рискованный фильм наполовину черно-белую трехчасовую биографическую драму со взрослым рейтингом Open Gamer. Ну а Disney тем временем продолжал курс на увеличение аудитории своего стриминга и пустил в ход тяжелую артиллерию, проекты по своим самым прибыльным франшизам Звездным Войнам и киновселенной Марвел. Это было идеальным решением привлечь на стриминг уже готовую фанатскую базу за счет сериалов, связывающих полнометражные фильмы. К тому же такой подход позволял сильно экономить на маркетинге, а также снижать производственный бюджет. И вскоре вслед за Disney такую стратегию начали перенимать другие студии, которые запускали в работу спин-оффы своих самых прибыльных франшиз. Amazon начал работать над спин-оффом Пацанов Поколения Ви, а также вложил миллиард долларов в покупку прав на Властелина Колец и производство сериала приквела Кольца Власти. Lionsgate начал работать над сериалом-приквелом Джона Уика под названием Continental. Ну а Netflix начал искать свою собственную прибыльную кинофраншизу, так что он стал запускать в работу картины, рассчитанные на собственные серии от знаменитых создателей супергеройских вселенных Диснея и Ворнер Бразерс. Зак Снайдер начал разрабатывать для них вселенную Армии Мертвецов и Мятежной Луны, а братья Руссо, снявшие последних двух Мстителей, разработали вселенную Тайлор Рейк Операция по Спасению. К погоне ЗТВ франшизами и расширениям известных вселенных подключились и Ворнер Бразерс Discovery, которые сделали ребрендинг своего стриминга HBO Max, переименовав его в Макс. Они начали работу над сериальными приквелами Дюна Дэнни Вильнёва с подзаголовком Пророчества и хоррора Оно с сериалом Добро пожаловать в Дерри, сериалами Во вселенной Бэтмена Мэтта Ривза, а также расширили вселенную Игры Престолов с сериалом Дом Дракона и анонсировали кучу новых спин-оффов Во вселенной Вестероса. Всю индустрию накрыла волной тренда на расширение известных вселенных. Однако у такого резкого перехода крупных франшиз в сериальный формат был один очень сильный побочный эффект. Телевидение, в отличие от кинотеатрального проката, не имеет таких точных финансовых показателей, как кассовые сборы. Поэтому производство дорогостоящих сериалов и фильмов подписки оказалось гораздо более рискованной затеей. А студии, серьезно пострадавшие от пандемии, не очень-то хотели рисковать. Поэтому, чтобы снизить производственный бюджет, они начали экономить на сценариях. Например, вместо того, чтобы нанимать одного грамотного шоураннера для своих сериалов, Дисней начал использовать сценарные комнаты с командой за сравнительно небольшие деньги. Чем это вернулось для студии Marvel, вы уже знаете из моего видео о крахе киновселенной. Такое количество проектов перегрузило и без того загруженную студию. И это очень сильно сказалось на качестве как сериалов, так и их полнометражных картин. Студия Marvel с каждым годом выдавала все более посредственные проекты, которые начали проваливаться в прокате, загоня студию в глубокий кризис. Поэтому другая студия Диснея, Lucasfilm, несмотря на успехи в сериальном формате, не стала рисковать и вообще перестала выпускать полнометражные картины. В работе в студии находился десяток проектов от именитых режиссеров, включая Тайку Вайтити, Петти Джексон, Райана Джонсона и создателей Игры Престолов. Но вскоре после провала в киновселенной Marvel все они были отменены. Пытаясь наполнить свой стриминг контентом, Дисней в итоге заполонил весь рынок дешевыми низкокачественными проектами, которые не только официально закончили золотую эпоху ТВ, но и еще глубже загнали киноиндустрию в кризис. Стриминговые сервисы после пандемийного бума перестали расти, так что теперь компаниям, построившим свои стратегии вокруг онлайн-сервисов, пришлось искать новые способы заработка. Чтобы сохранить свою аудиторию и увеличить доходы, Netflix запретил пользователям делиться паролями, а также запустил более дешевый, но более прибыльный вариант подписки с рекламой. За ним последовала Дисней, но это не помогло его стримингу сохранить подписчиков. Так что в конце 2022 года аудитория Disney Plus впервые сократилась аж на 2,5 миллиона подписчиков. Стало ясно, что стриминговая стратегия Боба Чапика не работает, и совет директоров Диснея решили уволить его, вернув президентское кресло бывшего руководителя Боба Айгера. Вступив в должность, Айгер первым делом начал реорганизацию компании и сократил 7 тысяч человек, что правда не сильно помогло студии. Ведь уже в следующем 2023 году один только Disney Plus принес убытки Диснею в колоссальные 2 миллиарда долларов. 2023 вообще Впервые с 2015 года студия уступила первую строчку глобального бокс-офиса студию Universal. Суммарные сборы картин Диснея составили 4 миллиарда 800 миллионов долларов, тогда как Universal заработала 4 миллиарда 900. Такому успеху Universal обязаны супер-братьям Марио, Опенгеймеру и хоррору Меган. 2023 также стал для Диснея первым с 2014 года, когда студия не выпустила ни одного фильма, который собрал бы миллиард долларов, не считая пандемию. Их самым кассовым фильмом в 2023 стали Стражи Галактики 3 Джеймса Ганны, которые заработали по всему миру 846 миллионов. А вот очередной кино-ремейк классической анимации «Русалочка» показала более скромные результаты, собрав кассу в 579 миллионов, что едва позволило отбить затраты на фильм. Продолжение приключений Индианы Джонса не дотянуло даже до этого уровня, став настоящей кассовой катастрофой. Пятая часть под заголовком «Колесо судьбы» заработала всего 384 миллиона долларов, при одном лишь производственном бюджете пытался запустить франшизу на основе своего аттракциона из Диснейленда «Особняк с привидениями». Но фильм также оказался провалом. Проблем не избежала даже студия Pixar, которая в прошлом году выпустила мультфильм «Элементаль». Картина показала худший старт со времен самого первого мультфильма студии «История игруши», которая тогда была малоизвестна зрителям. Правда, затем «Элементаль» спустя два месяца в прокате кое-как смог отбить свой бюджет и даже принести студию небольшой прибыль. Но, тем не менее, это очень серьезный повод беспокоиться за будущее студии Pixar. Ведь в начале 2024 года стало известно, что Дисней планирует масштабные сокращения, в ходе которых уволит 20% всех сотрудников компании. Оставшаяся команда скорее всего будет заниматься развитием уже существующих франшиз, ведь Боб Айгер анонсировал, что в работе находится «История игрушек 5», а также продолжение «Холодного сердца». Президент Диснея также пообещал изменить стратегию компании и сделать упор не на количество проектов, а на их качество. И, конечно же, продолжить расширять свои самые известные франшизы. Такой кризис главного флагмана киноиндустрии, конечно же, повлиял и на остальные студии, которые перестали слепо копировать стратегию «Мышиного дома» и постепенно начали искать новые способы заработка. Настоящей золотой жилой для многих студий в 23-м году стали малобюджетные хорроры, которые хоть и собирали не очень большую аудиторию, но за счет низких бюджетов «Меган» и «Пять ночей с Фредди». Бюджет хоррора «Меган» составил всего 12 миллионов долларов, тогда как в прокате картина собрала аж 180 миллионов, то есть в 15 раз больше. Ну а «Пять ночей с Фредди» стоили студии «Бламхаус» всего 20 миллионов, а в прокате он собрал 289, даже несмотря на то, что картину одновременно с релизом в кинотеатрах выпустили на стриминге «Пикак». Но самым крупным успехом «Юниверсал» в 23-м году стал тот самый биопик Кристофера Нолана «Опенгеймер». Warner Bros. явно обижены на Нолана из-за его ухода к конкурентам решили ему отомстить и выпустили в один день с «Опенгеймером» их амбициозный фильм «Барби» «Греты Гервик». Однако этот ход внезапно оказался очень удачным для обеих картин. Одновременный релиз таких разных фильмов быстро стал поводом для шуток и мемов и даже получил собственное название «Барбингеймер». Такой хайп обеспечил обоим фильмом высокую посещаемость. Так что июльский уикенд, когда вышли «Барби и Опенгеймер», стал четвертым самым крупным уикендом за всю историю американского проката. Более прибыльные уикенды были только во время старта таких гигантов, как «Мстители. Война. Бесконечности», «Мстители. Финал» и «Звездные войны. Пробуждение. Силы». В итоге оба фильма за весь свой прокат собрали рекордные кассы. «Барби» — 1 миллиард 446 миллионов долларов, тогда как «Опенгеймер» почти миллиард 953 миллиона. Для боёпика Нолана этот результат вдвойне впечатляющий, ведь он имеет взрослый рейтинг R, так что не может привлечь в кино такую же аудиторию, как «Барби». Такой результат позволил «Опенгеймеру» стать вторым самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории после «Джокера», а также третьим в карьере Кристофера Нолана. «Барби» стала самым кассовым фильмом в истории «Ворнер Бразерс», обогнав финал Патрианы «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», который собрал в прокате миллиард 357 миллионов. Так что этот релиз дал надежду на восстановление кинематографа и ознаменовал приход новой эры кино. Такие успехи в студии в прокатном 23-м вселили оптимизм в участников индустрии, ведь казалось, что такие крупные игроки, как «Диснея Ворнер Бразерс», под руководством Боба Айгера и Дэвида Заслова, снова начнут доминировать на рынке. Кассовые сборы явно говорили о том, что прокат наконец-то начал возвращаться к допандемийным цифрам. Глобальные сборы за 23-й составили почти 34 миллиарда долларов, что превосходит 22-й год на 30%, а количество премьер в 24-м году не оставляли сомнений, что Новый год станет даже более успешным для кинопроката. Но вскоре надежды на светлое будущее снова погасли, ведь на индустрию обрушился новый кризис — забастовки. В мае 23-го года истек срок договора между Альянсом продюсеров кино и телевидения и гильдией сценаристов, которые стороны заключили в 2008-м году после последней забастовки. За последние 15 лет киноиндустрия и весь наш мир сильно изменился, ведь на рынок которые изменили привычный подход к созданию и распространению контента. Стриминги очень быстро нашли способ экономить на сценаристах, режиссерах и актерах, сократив выплаты от повторных просмотров контента в библиотеке сервиса, что сильно увеличило их доходы. Однако это сделало работу сценаристов очень трудной, ведь они также страдали от сценарных комнат, которые значительно удешевили производство новых проектов. Но последние пару лет их работа и вовсе стала на грани исчезновения, ведь совсем недавно мир пережил новую научно-технологическую революцию, создание искусственного интеллекта. Такие компании, как OpenAI, представили свои нейросети, которые позволили абсолютно всем генерировать контент по одному лишь текстовому запросу. Стало ясно, что это скоро полностью изменит наш мир, и студии решили побыстрее освоить новые технологии, веря в этом возможность удешевить производство проектов. Сценаристы поняли, что их профессии грозит полное исчезновение, так что когда гильдия сценаристов начала переговоры с альянсом продюсеров относительно нового контракта, то в их условиях появилось и требование ограничить использование нейросетей в производстве фильмов. Сценаристы также потребовали повысить минимальную оплату труда, увеличить выплаты со стримингов и пересмотреть размер сценарных комнат. Однако студии не захотели отказываться от таких возможностей сократить расходы, так что не согласились на условия гильдии, за чем последовала забастовка. Ну а затем в июле стек и срок договора между альянсом продюсеров и гильдии актеров, которые также потребовали увеличение минимальной оплаты труда и размер выплат от стримингов, а также ограничение использования искусственного интеллекта. Ведь с приходом нейросетей их профессии тоже грозит исчезновение. Отказ студии Тино Ступки привел к одним из самых длительных забастовок в истории Голливуда, длившимся 4 месяца. И они стали особенно трудными, ведь сценаристы и актеры бастовали вместе впервые с 1980 года, так что работа Голливуда остановилась практически полностью. Студии, не успевшие оправиться от пандемии и загнавшие всю индустрию в кризис своим резким переходом в онлайн, теперь столкнулись с еще большей проблемой, полной остановкой своей работы. Это снова привело к огромным убыткам, отчего пострадала вся Калифорния, которая потеряла за время забастовок около 5 миллиардов долларов. Остановка производства повлияла на все проекты, которые в этот момент находились в работе. Marvel пришлось остановить съемки Дэдпула 3 и Сорвиголовы, Рожденный заново и перенести остальные фильмы, которые должны были снимать в 2023 году. Из-за этого в 2024 студии столкнутся с нехваткой контента, так как просто не успеют доделать готовящиеся проекты к их релизам, что в итоге приведет к очередному сокращению доходов. Студия Marvel, к примеру, впервые за всю историю своего существования выпустит всего один полнометражный фильм Дэдпул 3, как и DC, который выпустит лишь сиквел Джокера Тодда Филлипса. Если бы забастовки длились дольше, то студиям пришлось бы переносить свои крупные релизы на 2025 год, и это могло нанести им сокрушительный удар, так что альянсу продюсеров пришлось пойти на уступки профсоюзам. По новым контрактам выросли минимальная оплата труда для обеих профессий, а также выплаты за повторные просмотры на стримингах. Студиям также запретили создавать с помощью нейросетей любые текстовые материалы без соглашения сценаристов, и даже при разрешении их использования это никак не должно влиять на права работающих над проектом сценаристов. Студии также не могут использовать и цифровые копии без разрешения актеров, тогда как исполнители, которые разрешат использование своих копий, вправе требовать за это полный гонорар. Изменения коснулись из сценарных комнат. По новому контракту студии должны будут закреплять за проектами постоянных продюсеров и шоураннеров, а также не смогут увольнять сценаристов раньше установленного срока. Так что теперь сценаристы будут напрямую работать с людьми, отвечающими за финальный вид проектов, что явно повысит их качество. Такой подход сильно уменьшит количество производимого контента, а блокбастеры станут менее амбициозными, так что кажется, что нас ждет новая эра бюджетного Голливуда. Пауза в производстве контента позволила студиям пересмотреть свои бизнес-планы и найти способы сократить расходы. Теперь эксперты ожидают, что студии будут меньше нанимать именитых режиссеров, сценаристов и актеров, а также сократят расходы на спецэффекты и начнут экономить на натурных съемках. Предпочитаем зеленый экран. Оригинальных проектов также может стать меньше, ведь студии продолжат делать ставку на расширение франшиз. Даже студия А24, известная своими рискованными авторскими проектами, заявила, что решила изменить свою стратегию и теперь будет делать упор Дэвид Заслав также рассчитывает вернуть Warner Bros. на Олимп кинобизнеса при помощи своих самых крупных и прибыльных франшиз киновселенной DC и Гарри Поттера. Да, несмотря на провал фантастических тварей, интерес зрителей к Патриане нисколько не угас, что доказала видеоигра Хогвартс Легаси, которая стала настоящим хитом. Поэтому Ворнеры запустили в производство новую экранизацию серии книг Гарри Поттера в формате сериала для стриминга Макс. Ну а после провальной расширенной киновселенной DC, которая была одной из самых больших неудач студии, Дэвид Заслав решил ее перезапустить и начал искать человека, который смог бы продумать киновселенную заранее, как Кевин Файги сделал это с киновселенной Марвел. И на эту должность взяли сразу двух человек, уже работавших над расширенной киновселенной. Продюсера студии Питера Сафрана и Джеймса Ганна, автора отряда самоубийц миссия на вылет, миротворца, а также марвеловских стражей галактики. И уже в январе 23 года Ганна Сафран представили свои планы по возрождению супергеройской франшизы. Они решили перезапустить киновселенную DC с нуля, первым фильмом который должен стать ребут Супермена с подзаголовком Наследие, запланированный на 11 июля 25 года, тогда как первым проектом в рамках новой DCU станет мультсериал Монстр Коммандос, запланированный на 24-й. Так что совсем скоро на рынке может появиться серьезный конкурент киновселенной Марвел, что станет новой проблемой для Диснея, ведь сейчас Марвел не в лучшей форме. Дисней, конечно же, это понимает и сейчас всеми силами пытается спасти свою самую прибыльную франшизу. Боб Айгер решил сократить количество контента киновселенной Марвел и уже отменил второй сезон Женщины Халк, а также отложил несколько сериалов после критики последних шоу со стороны уставших от супергероики фанатов. Но и плюсы от такого кризиса тоже есть, ведь усталость от супергероики заставили Диснея начать экспериментировать и выйти за рамки привычного детского формата. Уже в этом январе киновселенная Марвел получила первый проект, рассчитанный на взрослую аудиторию сериал Эхо, который также стал первым сериалом нового бренда Marvel Spotlight. Под этим брендом Марвел будут выпускать сериалы и фильмы, которые расскажут более приземленные и личные истории в стороне от глобального сюжета КВМ. Судя по всему, частью этого бренда станет и сорвиголова рожденный заново, которого полностью перезапустили после окончания забастовок. Теперь студия хочет повторить формулу успеха первых сезонов, созданных Нетфликсом, рассчитывая привлечь на Disney+, аудиторию оригинала и взрослых фанатов комиксов. Ну а летом студия повторит свой эксперимент с рейтингом R и на большом экране, ведь Дэдпул 3 также рассчитан на взрослую аудиторию. В случае успеха в кинотеатрах станет больше взрослых супергеройских проектов, и одним из них может стать Блэйд, который станет очередным экспериментом студии. Ведь если верить информации инсайдеров, картина получит самый маленький среди всех проектов киновселенной бюджет, всего 100 миллионов долларов. И это неудивительно, ведь фильмы с рейтингом R привлекают в кинотеатры меньшую аудиторию, так что Диснею необходимо снижать бюджет, чтобы проектам было проще окупать свои затраты. В общем, у супергеройки наступает важный переломный момент, который определит будущее жанра, доминировавшего в кинопрокате последние десятилетия. Но Дисней не собирается делать ставку на одну лишь КВМ, ведь у студии есть второй козырь «Звездные войны». В апреле «Мышиный дом» анонсировал три новых проекта во вселенной далекой-далекой галактики, истории которых не будут связаны между собой. Им займутся разные постановщики Джеймс Мэнголд, Дэйв Феллони и Шармин Абайчиной, которая сделает продолжение основного сюжета «Звездных войн». Парамаунты собираются конкурировать со «Звездными войнами» с помощью собственной космооперы и уже готовят возвращение на большие экраны Стартрека. Студия делает новую трилогию, действие которой будет происходить до событий предыдущих фильмов с Крисом Пайном. Но не только ветераны индустрии собираются рвать друг другу глотки за внимание зрителей. Ведь прямо сейчас у них появился новый конкурент «Моттелл». После успеха Барби компания, специализирующаяся на производстве игрушек, решила расширить сферу деятельности и объединилась с разными студиями вроде Warner Bros. и Universal, чтобы выпускать фильмы про свою продукцию. Так что в работе уже находится целая киновселенная «Моттелл», куда войдут фильмы по игрушечным машинкам и трекам «Хат Уиллз», фэнтези-игрушкам «Властелины Вселенной», настольной игре «Уна», «Магический шар-восьмерку» и другим продуктам компании. И первым шагом в такое франшизное будущее станет этот, 2024 год. Disney уже собирается в этом году заполонить кинотеатры сиквелами и спин-оффами. В 2024 на экраны выходит продолжение «Пиксаровской головоломки», «Дэдпул 3», «Возвращение планет обезьян», «Ответвление короля льва» про Муфасу, лайф-экшн ремейк «Лилы и Стич», а также «Новый Чужой». Sony в этом году займет нишу, которая освободилась после переноса большинства марвеловских проектов и выпустит сразу три фильма своей паучьей франшизы «Мадам Паутину», «Венома 3» и «Крэйвина Охотника». Ну а Warner Bros. прямо сейчас имеет на руках больше потенциальных хитов, чем в прошлом году, ведь в этом году студия выпускает продолжение своих самых успешных картин пандемийного 21-го года. Нас ожидает «Дюна 2», «Годзилла и Конг. Новая Империя», «Мортал Комбат 2», а также «Фуриоса», которая впервые с 2015-го года вернет на экраны еще одну популярную франшизу Ворнеров «Безумного Макса». Ну а дальше все будет меняться еще стремительнее, ведь индустрию ждут гораздо более серьезные изменения, связанные с забастовками и техническим прогрессом последних лет. Нынешнее состояние индустрии очень напоминает то, каким Голливуд был в середине 20-го века, когда студии боялись рисковать и снимали однотипные крупнобюджетные мюзиклы и пеплумы. Однако молодому поколению такие фильмы быстро наскучили, и они начали смотреть европейское кино, которое не боялось рисковать и поднимать взрослые вопросы. После нескольких крупных провалов студии начали выделять небольшие бюджеты молодым кинематографистам, позволяя им снимать более рискованное кино. А благодаря отмене кодекса Хейса, который на несколько десятилетий установил в Голливуде цензуру. Режиссеры стали вовсю экспериментировать с границами дозволенного, и эта эпоха получила название «Новый Голливуд». И кажется, что нынешняя одержимость студии франшизами постепенно ведет нас к таким же изменениям, катализатором которых может стать искусственный интеллект, прямо сейчас активно меняющий представление о том, как можно делать кино. На нас надвигается новая эра генеративного Голливуда, которую, кажется, показал нам шестой сезон «Черного зеркала» в серии «Ужасная Джоан». В ней стриминг с помощью нейросетей изучал информацию о своей подписчице, после чего автоматически создавал сериал, в котором пересказывал ее жизнь, добавляя в нее больше драматизма. Такое будущее уже не за горами, ведь прямо сейчас появляются целые сериалы, сгенерированные нейросетью. Летом прошлого года компания The Simulation представила приложение «Шоураннер», способное генерировать контент по запросу и даже создавать персонажей на основе внешности и голоса пользователя. Так что уже совсем скоро могут появиться стриминговые сервисы, которые станут генерировать для пользователей бесконечную ленту контента, основанную на его предпочтениях. И каждый из нас сможет создавать фильмы и сериалы с помощью нейросетей, не имея при этом больших бюджетов. Ведь уже сейчас стартап Wonder Dynamics, основанный актером Таем Шериданом при поддержке Стивена Спилберга, выпустил редактор Wonder Studio, который позволяет менять освещение, добавлять компьютерные модели и анимировать их с помощью нейросетей. Так что для создания спецэффектов уже не нужны дорогостоящие специалисты по графике, а вскоре и вовсе пропадет необходимость в остальных членах съемочной команды. Нейросети, которые генерируют видео по текстовым запросам, такие как Pico, Runway и Stability Video, через пару лет дойдут до качества неотличимого от лучших голливудских студий. Но озвучка, кажется, уже постепенно уходит в историю. Ведь недавно гильдия актеров разрешила игровым студиям использовать в видеоиграх генерацию голосов актеров озвучки с помощью нейросетей. И вряд ли пройдет много времени, прежде чем такой подход позаимствуют киноделы. Так что уже совсем скоро кино перестанет делиться на фильмы, снятые на зеленом экране и на натуре, и будут разделяться на сгенерированные по запросу и снятые людьми. Причем запросы могут делать все, в том числе и мы с вами. А раз мы сами станем полноценными участниками съемочного процесса и сами будем определять будущее кино, то и зарабатывать на этом тоже будем мы. И это не фантастика, ведь прямо сейчас в Голливуде появился стартап под названием iProduce, который запустил мой хороший друг Алекс. Еще 4 года назад в одном из своих видео я вам рассказывал, что готовлю кое-что необычное, что связано с кино. Я тогда говорил о iProduce, но тогда планы по запуску краудфандинговой компании были отменены из-за пандемии. А сейчас компания уже прошла первый раунд инвестиций, так что в ближайшем будущем я буду рассказывать вам о ней чаще. И возможно мы с вами сами сделаем свою блокбастер-франшизу. По сути это стриминговый сервис, который позволяет его подписчикам самим вкладывать деньги в те проекты, которые они ждут больше всего, а затем зарабатывать на их популярности. Таким образом киноделам не придется рисковать, так как создание проектов уже будет частично покрыто самими зрителями, а новая аудитория позволит зарабатывать всему фанатскому сообществу. Это может полностью поменять текущую модель кинобизнеса, подарив всем нам возможность самим выбирать путь развития всей индустрии, а вместе с этим и то, как будет развиваться человечество. Ведь как я говорил вам в начале этого видео, именно кино определяет будущее нашей цивилизации. Ну а как думаете вы, какое будущее ждет кинематограф? Хотели бы вы зарабатывать на создании кино и ждете ли прихода нейросетей? Пишите свои комментарии и не забывайте ставить свои кинематографичные лайки, а также подписываться на мой канал. Кадекра. Мы режем киноленты.